Кто не любит кофе с мороженым? Ну кто? Я таких людей не знаю. Для приготовления этого напитка я буду использовать вот такую вот воронку. Она мне очень нравится, это один из моих любимых способов, потому что здесь я могу контролировать процесс от и до. Возьмем фильтр. Сейчас нам нужно смочить его водой, чтобы он полностью прилегал к воронке. Для этого мне нужна вода, конечно, горячая, чтобы еще нагреть посуду, в которую будет завариваться кофе. Пока нагревается посуда, нам нужно помолоть зерна. Мне понадобится 20 грамм кофе. Помол нужно делать обязательно свежим. И начнем заваривание. Сначала предзаваривание мы заливаем небольшим количеством воды, так, чтобы зернышки подготовились. Немного перемешать нужно. Процесс предзаваривания длится примерно 30 секунд. Вы увидите, что идут пузырьки и образовывается пеночка. Можно доливать объем. Делаем это аккуратно, тоненькой струльки, двигаясь по спирали, повторяя форму воронки. Пока идет процесс заваривания, я подготовлю продукты для миксера. Нам понадобится лед, молоко, 100-150 миллилитров, карамельный сироп и, конечно, кофе. Лед нам как раз-таки необходим был для того, чтобы у нас кофе остыл. Мне хочется, чтобы напиток получился слоистым и пенным. Для этого нам понадобится френч-пресс и холодное молоко. Наливаем чуть меньше половины и взбиваем. Чем дольше вы будете взбивать, тем более плотная пена у вас получится. Молоко лучше всего использовать для взбивания более 3% жирности. Тогда оно взобьется очень хорошо. Пресс уже идет достаточно туго, значит, пена получилась. Оставим пока ее и займемся ингредиентами. Все ингредиенты перемешались. Начнем приготовление. Первое, что нам понадобится, это мороженое. Я положу два шарика, потому что я очень люблю мороженое. Наливаем напиток. И теперь пеночка. Так как молоко мы взбили при помощи воздуха, у нас пенка самая плотная будет сверху. Поэтому лучше всего взять ее ложкой. И сейчас главное – это корица, которая придаст дополнительный аромат. И немного мяты, чтобы освежить напиток. Осталось только поставить трубочки, потому что его хочется пить весь, а не от края. Напиток готов. Он получился очень пенный, воздушный. Конечно, вам придется потратить на него небольшое количество времени. Но поверьте, это того стоит. Я Настя Латова. Экспериментируйте и готовьте кофе дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова